Здравствуйте, это библейский портал Экзегет, с вами священник Стахик Латвин, и сегодня мы с вами разберем один-единственный стих, стих, который показывает, что Христос настоящий человек был, что нам это очень важно помнить и знать, Евангелие поражает нас своим масштабом, и мы порой можем упустить некоторые детали, которые нам практически пригодятся на пути спасения, потому что если мы будем все время помнить о том, что Господь, Бог совершенный, это, конечно, вызывает некоторый трепет, это тоже нас мобилизует, это дает нам надежду на силу Божию, мы убеждаемся, что она защитит, сохранит, спасет, это все очень хорошо. Но все-таки забывая о том, что Христос истинный человек, а не даром об этом в эпоху Вселенских соборов, люди шли, святые отцы на Вселенские соборы, отставили православную веру, терпели гонения от императоров, еретиков за свою веру, но все-таки отставили, что Христос и истинный Бог, и истинный человек. И вот как раз сегодня такой стих, который очень мило по-домашнему о человечестве Христа говорит, хотелось бы разобрать, чтобы мы его не пропустили и смогли из него тоже правильные выводы сделать. Итак, Евангелие от Марка, 3 глава, 31 стих. «И пришли матерь и братья его, и, стоя в ней дома, послали к нему звать его». Почему нам важно помнить, что Христос истинный человек? Ну, лукавый потому, что говорит, ну вот Бог, ну для него там взять и простить врагов, взойти на крест, там взять, пройтись по воде, ничего не стоит. Ну, а ты же слабый человек, ну, куда тебе, какого слабого человека спрос? Можешь особо не напрягаться. Нет, все-таки Господь — это человек, и отношение к его словам со стороны людей, в том числе, обусловлено с тем, что он, будучи человеком, показывал, как человек может жить, как человек может относиться, и как человек может проверять, проявлять, в том числе, свое смирение. Нам вот величие Божие дано, чтобы убедиться в его силе и славе. Но вот мы, подражая Богу, если будем стараться сиять, как он в силе и славе, то мы, конечно, потерпим неудачу, потому что у нас силы и славы наших добродетелей нет, даже если земные достижения наши безграничны. А вот смирение спасителей очень и очень полезно поучиться. И вот в этом стихе мы видим, что приходит Пресвятая Богородица и братья-спасители. Тут все-таки давайте сделаем некоторое отступление, не лирическое отступление, а фактологическое. И вспомним, вот кто такие братья-спасители, об этом много сказано, много написано, много, я думаю, написано и пояснений, видеороликов и так далее. Все-таки традиционное наше толкование, что братья-спасители здесь имеются в виду дети старца Иосифа от его первого, единственного, законного и святого брака. Старец Иосиф, обручник, которому на старости лет было поручено заботиться о Пресвятой Владычной Деве Богородице, тогда еще этого никто не знал, тогда это просто была выпускница приюта, как бы мы сейчас сказали при Иерусалимском храме, куда ее родители, которые уже получили ее в свою жизнь, как некоторое такое счастье, на склоне в свои дни, будя людьми пожилыми, ее отдали. Конечно, старец Иосиф был выбран, и тоже мы помним по преданию вот это чудо с посохом, который Иосиф просвел, был выбран из других достойных людей. Из тех людей, которые засвидетельствовали святость своей жизни тем, что они смогли сохранить свой брак в святости, то, что смогли они воспитать достойных детей, ну и опять же, тоже, чтобы была возможность заботу как-то проявить без лишних каких-то треволнений, конечно, выбор шел между вдовцами. И вот Иосиф, вдовец, берет свой дом при святую Деву Марию, и потом с ней разделяет тяготы переезда на перепись Вифлеем, потом бегство в Египет, и в конце концов возвращаются они в родной город Иосифа, в Назарет, и там Иосиф, будучи плотником, воспитывает Христа, Спасителя нашего, который тогда просто был скромный, вот сначала ребенок, потом молодой человек, вместе со Христом и Богородицей, и Иосиф уже тоже в некотором более спокойном ритме идет, у нас есть некоторый момент, один евангельский, когда Господь в храме Иерусалимском оказался в паломничестве, учил там учителей, книжников, сражал их знанием священного писания и толкования их. Вот мы видим Христа рядом со Спасителем. Однако Иосиф, как человек пожилой, все-таки тоже в силу возраста постепенно душу свою Богу предал, мы уже не знаем, сколько на тот момент было Христу, и тоже традиционное общество, такое архаичное, иудейское, конечно, женщина жила под защитой мужчин своего рода, и вот как раз дети Иосифа стали названными братьями Христа, и они тоже заботились и о Христе, а тогда еще вот никому неизвестны просто мальчики, юноши Иисусе, заботились о его предчистой матери, в их доме она жила. Тоже, учитывая возраст Иосифа, можно предположить, что кто-то, и его вдовство, что кто-то из детей Иосифа, он был даже старше не только, естественно, Христа, но он был старше даже самой Богородицы. То есть, по преданию церкви мы помним, что одним из таких названных братьев Христа, сыновей Иосифа, был Иаков, который так и именуется в церковном предании, брат Господень, который стал первым архиереем Иерусалимским. И стал он потому, что он получал уважение не только среди тогда еще малой группы христиан, но и среди окружающего иудейского сообщества, которые видели, как он тщательно исполняет закон, которые знали, что его отец — это праведник Иосиф, которые знали, что этот человек уже тоже в возрасте, человек, который заслужил, так можно сказать, своим житейским опытом какое-то уважение. И вот этот человек был избран, можно сказать, первой главой первой поместной церкви Иерусалимской, в отличие от 12 апостолов, который вроде призвал Христос, и который уж в первую очередь вроде должен был начаться с них. То же мы знаем среди братьев Спасителя по преданию церкви апостол Иуда, не Искариот, да, тоже Иуда, брат Божий, и тоже для нас в предании есть и другие версии различных имен братьев Спасителя таких. Главное нам сейчас не эти детали, а главное то, что правда Христа окружали люди, которые относились к Нему просто вот как к обычному человеку. Очень часто каждый человек может встретить отношения со стороны своих родных родителей. То, что родители говорят, ой, не, конечно, все умно рассудил, но это же наш ребеночек, ну чего его особо там может прислушиваться. То есть относится с умилением, но без какой-то концентрации. Точно так же и здесь мы видим, что предстоя Богородица и вот эти названные братья Христа, то есть его такие до какого-то возраста, можно сказать, опекуны, они не то, что приходят и там как-то Господу кланяются, просят его какого-то молитвенного заступничества, просят его участие. Нет, они зовут его. Это тот момент, когда Господу уже стекаются десятки тысяч людей, когда приходит исцеление, просит изгнания бесов, когда люди набиваются, когда люди там разбирают кровлю, там расслабленного сквозь крышу спускают, чтобы он исцелил. То есть когда Господь в центре внимания, для этих людей все равно Господь остается, ну вот просто это наш Иисус. Ну и что, а кто должен бежать, старше к младшему или младше к старшему? Ну, конечно, раз он младше, пусть он выйдет. Что, мы там должны к нему заходить на поклон? Нет, нет, пусть Иисус идет, и вот как-то его родственники пришли, надо их поприветствовать. Давай, заканчивай свое дело проповедь, заканчивай с кем-то там беседовать. Выходи, просто так по-человечески к Иисусу относится. Конечно, там и в дальнейших стихах мы видим, как Господь берет и показывает, что вот это кровное родство не самое главное. И показывает, что для него мать и братья — это те, кто творят волю Отца Небесного. То есть показывает нам, что можно с Господом по-настоящему сродниться. Однако, если мы возьмем и сделаем вывод из этого стиха о том, что Господь, в принципе, терпел такое искреннее отношение, даже ошибочное со стороны своих близких, со стороны своих людей, можно сказать, из той семьи, где он вырос, где он был воспитан, то точно так же Господь и не обидится на искреннее отношение с нашей стороны. Не нужно думать, что мы можем обидеть Господа, что вот там как-то неправильно поклон положили, неправильно перекрестились, как-то помолились не высокопарной молитвой, а своими словами. Ой, кажется, это такое понебраться со Христом. Нет, это Господа не обидит. Он терпел вот своих братьев, да, он тоже, даже Престой Богородицы, как мы помним, говорил, я должен творить волю Отца Моего. То есть даже поучение со стороны своей матери, он тоже с некоторым вниманием, пусть и где-то ее не останавливал, относился. То есть Господь действительно поправит, поправит все то, что мы сделали, может, по какой-то ошибке по отношению к Нему. Но как раз мы должны помолиться и Престой Богородицы, и братьям Спасителей, чтобы у нас было к Христу не только формальное, не только церемониальное отношение, но чтобы мы Христа действительно почувствовали как своего родственника. Причем более того, как своего родственника кровного. Потому что каждый, кто приобщается телу и крови Христовой, сродняется Христу, по крайней мере, своей плотью. Ну а наша задача все-таки сродниться и плотью, и духом, и быть всегда в Царстве Небесном вместе с Ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова